И снова здравствуйте! Сегодня, как и обещала, я проведу ровно 5 минут только с вами. Я расскажу о самом главном, то, о чем говорили на этой неделе. Что происходит в мире, на Крымском полуострове и в его столице? Чем отличились мошенники и наркоторговцы? Кто из чиновников отправился на допрос? Почему пропадают люди? И как охраняются школы? И, конечно, об историческом событии, уникальном полете в космос. Поехали! Будоражит, нервирует и заставляет паниковать. Все это про ковид. Коронавирус на этой неделе бессовестно бьет все антирекорды. Перевалил за отметку 400 и приближается к отметке 500. Новых случаев заражения ежесуточно. На бизнесе пока это не отразится. Пообещали в крымском правительстве, но тут же ввели новые ограничения. Сотрудники, кому 65 и выше, уходят на дистанционку. Пенсионерам отменили льготы на проезд в общественном транспорте. На этой неделе продолжились разбирательства с чиновниками. На этот раз пошатнулись стулья в администрации Евпатории. 5 октября в первой половине дня СМИ сообщили о задержании главы администрации Евпатории Романа Тихончука и главы Евпаторийского горсовета Олеси Харитоненко. При этом информация распространялась со ссылкой на собственные источники. Официального же подтверждения на ресурсах Следственного комитета Крыма до сих пор нет. Следственные действия в их отношении могут быть связаны с расследованием дела против бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. На восстановление бывшего здания нацбанка в Симферополе выделили 1 миллиард 300 миллионов рублей. Теперь он принадлежит Центробанку. Все работы должны быть выполнены к августу 2022 года. А по городу во всю мощь кладут новый асфальт. Пробки стали привычным делом для симферопольцев, но, как говорится, нужно потерпеть ради благого дела. И, кстати, в этом процессе можно насладиться историческими фрагментами. Например, на улице Гоголя строители сняли асфальт вплоть до старинной брусчатки. Прохожие были приятно удивлены, что своими глазами увидели историческую часть города, когда было все спокойно, размеренно, деревья были большими и никто не говорил про террористов. Сегодня это страшное слово звучит на каждом углу. Так как же защищены наши школы от трагедии? Об этом говорили эксперты на этой неделе. Сегодня только в 50% образовательных учреждений Крыма установлено видеонаблюдение. Только в 19% от всех образовательных и дошкольных учреждений работает специальная охрана. В 81% случаев школы и детсады защищают штатные охранники. В 2022 году на защиту образовательных учреждений от нежелательных гостей, террористов и стрелков планируется выделить почти 634 миллиона рублей. А тем временем продолжают пропадать люди за три месяца. На полуострове не удалось найти 24 человека. А это 8 человек в месяц. И того каждые 4 дня в Крыму кто-то пропадает без вести и остается не найденным. Так по данным добровольческого поисково-спасательного отряда Лиза Алерт за июль, август и сентябрь, организации было получено 250 заявок от встревоженных жителей полуострова об исчезновении близких людей. Также по данным региональной компании в России самым опасным для исчезновения людей является так называемый грибной сезон. Но наркоторговцев сезона нет. Они свои грязные делишки делают круглый год. Превзошел все ожидания груз на судне в Портурио-де-Жанейро. Сотрудники федеральной полиции Бразилии изъяли в Портурио-де-Жанейро рекордные, вы только вслушайтесь, 5 тонн кокаина. Контейнеры с наркотиками предназначались для отправки в Мозамбик. В истории города эта партия крупнейшая. Ее стоимость на черном рынке Бразилии 150 миллионов евро. Впервые в мире национальное управление океанических и атмосферных исследований смогло зафиксировать на видеокамеру ураган в Атлантическом океане. Признаться, зрелище впечатляющее. Видеозапись была сделана с помощью беспилотника. Его направили в самый центр урагана 4-й категории СЭМ. Дрон смог выдержать волны высотой 15 метров и скорость ветра до 200 км в час. Не меньше силы ураган происходил на подиуме в Париже. Там прошла неделя моды. В нарядах модельеры предложили максимальную откровенность. Одним из самых популярных пастельных оттенков стал банановый. Присутствовал и насыщенный фиолетовый. Наряды броские и откровенные. Да, в таких космос не отправишься. Для космоса нужны серьезные наряды и не менее серьезные их обладатели. На этой неделе произошло еще одно историческое событие. Съемочная группа впервые в истории полетела в космос. На орбите пройдут съемки первого в истории внеземного фильма. Киноэкипаж пробудет на станции МКС 12 дней. Вернется 17 октября. Драма с рабочим названием «Вызов» расскажет историю о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств покинет Землю, чтобы спасти жизнь космонавту. Ну а мы остаемся на Земле. Есть у нас еще дома дела. И если вы в бешеном ритме будних дней пропустили что-то важное, заходите на наш сайт, ищите Крымский Телеграф в соцсетях и наверстывайте упущенное. По традиции, встречаемся через неделю ровно на пять минут на этом же месте.